Казахстан против создания единой валюты в рамках ЕАЭС. Как заявил сегодня вице-министр национальной экономики, страна занимает четкую и последовательную позицию по этому вопросу. Тимур Жакслыков сообщил, что стороны намерены лишь произвести гармонизацию законодательства в сфере финансовых рынков. Эти вопросы мы не обсуждаем, это не есть тема какой-то поездки дня. Положение по формированию валютного союза, создание единой наднациональной валюты в договорах о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено и такой работы проводиться не будет. Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января текущего года. Жители стран-участниц союза получили массу привилегий. Они выровнены в правах. Например, у казахстанца при устройстве на работу в России будет учитываться трудовой стаж. Еще одним заметным достижением союза можно назвать признание дипломов о высшем образовании. Вице-министр Жексылыков отметил положительный эффект от интеграции для отечественной экономики. Так, за 4 года членства в Таможенном союзе в обрабатывающую промышленность страны привлечены средства объемом до 14 миллиардов долларов иностранных инвестиций. По мнению чиновника, объединение стремительно расширяет свои возможности по дальнейшей интеграции. Около 40 государств заинтересованы в сближении с ЕАЭС. Идут переговоры по созданию зон свободной торговли. Первой страной, которая подпишет соглашение в ближайшие месяцы, станет Вьетнам. Интересы выражают такие страны, как Иран, Турция, Израиль, Египет и многие другие. То есть вы видите, что это крупные, очень быстро развивающиеся страны, с которыми у нас значительный товарный торговый оборот. И, наверное, создание таких зон было бы весьма перспективным. Продолжение следует...